Здравствуйте, с вами Ирина Ронец. Сегодняшнее видео посвящено тому, как правильно пройти шаги регистрации на сайте круизного лайнера после того, как вы забронировали круиз, когда вам его подтвердили и уже прислали на электронную почту вашу подтвержденную бронь вашей конфирмации круиза. То есть вы вначале бронируете предварительно, потом после оплаты и списания круизных долларов вам приходит на почту примерно вот такой ваучер, как пришел мне, на меня и на моего пассажира по каюте Светлану, с которым мы вместе будем путешествовать, и вот такой ваучер, где есть полностью вся программа на все дни, где написано мой номер конфирмации, подтвержденный номер, вот этот номер самый важный. Вот с этим номером мы будем заходить на круизный лайнер и с этим номером будем регистрироваться. Регистрацию мы можем сделать и на самом лайнере в день отплытия. Для этого нужно быть заранее в порту, где-то за 3-4 часа до отплытия, потому что людей очень много и регистрация проходит не на самом, не внутри корабля, а в предварительном зале. И поэтому, так как там большая очередь, проверка документов, проверяют визу, проверяют вашу бронь, поэтому это займет какое-то время. И даже корабль сам предупреждает, что нужно быть заранее. Кто придет за час до отплытия и может не успеть пройти, он может и не попасть на круиз. И, конечно же, там в терминале будет много людей. Поэтому наш клуб дает нам такую возможность не стоять в большой очереди перед отплытием, и мы можем уже онлайн на сайте сделать эту регистрацию. Так вот, после того, как вы получили ваш ваучер с данными, с вашим именем, фамилией, на ваш email и вот с таким номером резервации, который будет именно для вас, для вашего круиза, после этого вам придет еще один email. Но просто сейчас покажу, что, допустим, это нам послали прямо с сайта круиза Norwegian Cruise Line. Именно это официальный сайт лайнера Norwegian Epic, на котором мы будем осуществлять наш первый, скажем так, групповой или командный круиз от нашего клуба в Барселону, который вот состоится в октябре месяце. И именно здесь мы можем найти наш круиз и сделать регистрацию. Я вам показывала на предыдущем видео, как мы можем найти наш круиз. А сейчас я покажу для тех, которые уже едут в круиз, уже имеют оплаченную бронь, как мы здесь регистрируемся. Так я перехожу на данный сайт и делаю регистрацию. Нажимаю на слове Register. Если вы уже здесь были зарегистрированы, ничего страшного. Хорошо, значит просто зайдете внутрь и сделаете нужные шаги. Если еще не были зарегистрированы, тогда нажимаете сделать новый аккаунт. И здесь вписываете ваши данные. Имя на английском, фамилия на английском, то есть точно так, как в паспорте, как выдавали при бронировании круиза. Здесь выбираем нашу дату. Дальше вас спрашивают, участвовали вы, были ли вы уже на сайте, участвовали ли вы в подобной программе вознаграждений. Ставите нет. Делали ли вы другие резервации на этом сайте? Нет. Потому что вы только первый раз регистрируетесь. И дальше уже придумываете свой логин. Я, например, там написала Incruzus, так себе захотела. Вы другой свой даете пароль. Затем еще раз пароль. Вписываете ваш телефон и ваш email. Здесь вас спрашивают, вы являетесь туристическим агентом? Ставим нет. И вы работали или вы уже есть? Нет. Мы все это ставим нет. И нажимаем создать аккаунт. Аккаунт создан. Вам также сообщение придет на почту. Затем вы заходите уже со своими данными на логин слова. Вот здесь вы уже будете. То есть, если вы делали аккаунт, вы нажимали справа создать. А если у вас уже есть регистрация, есть логин и пароль, то вы вписываете данные здесь. И нажимаете слово логин. Зайти, да? Ждем, когда обновится сайт и вас заведет внутрь. То есть, у вас уже создан личный аккаунт на сайте круизной линии Norwegian. Там есть все лайнеры от этой компании. Их очень много. Где-то 10 или 15. И вы теперь можете здесь онлайн сделать себе регистрацию. Каким образом? После того, как вы зашли в аккаунт, вы нажимаете на онлайн чек-ин. Или если у вас открылось другое окно, ничего страшного. Вы можете опять зайти сюда на главное слово Norwegian. Даже если тут у вас еще слово логин, опускайте здесь и нажимаете онлайн чек-ин. И у вас откроется или с того входа, или с этого откроется вот такая форма, где нужно указать как раз ваш номер подтвержденной брони. Где мы его находим? На том письме, который нам прислали. Вот после вашей брони вам еще пришлет одно письмо. Где-то за месяц до круиза или чуть раньше, может за полтора. Допустим, мне прислали от компании нашей, от клуба. Совместно с круизной линией. Вот такие слайды, где было написано. Зайдите, сделайте аккаунт. Нажмете здесь то и то. Вот ваш номер регистрации. Нажимаем онлайн чек и делаем регистрацию. Вот этот первый номер подтверждения вам нужен будет. Вы его копируете. Идете на вашу форму. Вставляете тут. Я свой, вы свой. Затем выбираем какой лайнер. У нас Norwegian Epic. Когда продан, то есть когда отправляется круиз. Октябрь 16. 2016. И здесь опять вписываете ваше имя и ваше фамилия. И как в паспорте нажимаете Begin Check In. Это первый шаг. После того, как вы пройдете первый шаг, у вас будет зелененький флажок. И галочка идем дальше. Там нужно пройти 4 шага. На следующем шаге мы заполняем нашу персональную информацию. Первый это титул. То есть мисс, скажем, Ирина Ронец. Дата вашего рождения. Год, месяц и число. Дальше ваша национальность. То есть, ну, понимаете, да, в какой стране вы родились по национальности. Следующая страна вашего проживания. Гражданство, вернее, в данный момент. Потом Preferred Language. Вы выбираете из списка какой-либо язык, какой предпочитаете. Русского здесь нет. Поэтому выбираем английский или ваш другой, который вы знаете лучше, чем английский. Следующая ваша почта. Потом вас спрашивают, были ли вы уже в круизах от Норвегии линии. Нет. Если были, ставите ЕС. Были ли вы из какой-то другой линии, не норвежской. Если были, пишите ЕС. Если не были, то есть в круизе каком-то ставите НО. И какой последний ваш круиз был продан. Это для турагентов. Дальше ставите Gender. Это Female. То есть, что вы женщина или мужчина. Для мужчин Male. Для женщин Female. И подтверждаем этот шаг. Идем на следующий, третий шаг. Третий шаг. Это контактная информация. Здесь мы пишем наш адрес. В первой строке вы выписываете название вашей улицы. Дом, квартира. Можно без слов улица. Или пишите на английском street. Сокращенно с Этер и точка. Или ничего не пишите. Просто название улицы, дом, квартира. Затем пишите домашний телефон. Без плюса, но с кодом. Ваш домашний телефон. И затем ваш мобильный телефон. Потом есть такая строка. Emergency Contact Person. Здесь вы вписываете имя того человека. Кому доверяете. Кто остался дома. Кто за вас, так сказать, переживает в случае чего. Чтобы корабль знал с кем связаться. Ну, мало ли. Может, вы где-то потерялись дороги или еще что-то. С вами, не дай бог, случилось. Поэтому они должны знать с кем связаться. Здесь пишите его имя, фамилию. На английском, пожалуйста. Как паспорте человек. И его мобильный телефон или домашний телефон. Без плюса, с кодом страны. И нажимаем следующий шаг. Переходим в третий шаг. Это документы нужно заполнить. Здесь вы вставляете, выбираете паспорт или драйвер, лицензию. По правам. Затем пишите, если паспорт, номер паспорта. Серия номер. Потом, в какой стране выдан паспорт. Выбираете. И когда он заканчивается. Какой месяц, день и год окончания вашего паспорта. Это все смотрите на паспорте. Все данные давайте правильно. Затем последний шаг. Это вы подписываете контракт. Соглашаетесь. Ставите птичку в конце. Чтобы все прочитали. Совсем согласны. Все правильно заполнили. Ставите птичку и подтверждайте. И на следующей странице. У вас выйдет. Все зеленым вы увидите. Полная комплектация. Вы все закончили. Выйдет здесь второй человек. Который пассажир с вами. Вы можете нажать здесь или здесь. И продолжить сами заполнить за него все данные. Они будут здесь сохраняться в каюте на двух человек полностью данные. В любой момент сюда можно зайти в аккаунт. Можно поменять, если что-то неправильно. Если это ребенок может заполнить за него. Если это человек, который сам по себе члену просто с вами вдруг едет. Или член нашего клуба совместно с вами каюте. Пусть он зайдет отдельно. Сам сделает регистрацию. Зайдет также в свой аккаунт. Тоже заполнит правильно все данные. Но видеть будете и вы, и он эти данные. И что важно. На этом мы закончили. Все хорошо, все правильно. Здесь справа вы будете видеть ваш профиль всегда. То есть это номер, который вы просто зарегистрировали на данном сайте. И вот эти главные, моя резервация. Это корабль, какого числа, какой номер ваш. Вот этот номер нам нужен, когда мы будем заходить на корабль. Вам в принципе больше ничего и не нужно будет. Поэтому номеру как код вас найдут. И вот каюта. И сразу вам тут укажут каюту. Даже если вам не прислала еще служба бронирования от клуба. Здесь вам сразу выдадут вашу каюту и вы будете видеть. Также вы можете нажать на Download. И этот документ загрузить себе. Сделать ксерокопию и иметь при собой, например, когда вы будете ехать уже в круиз. Что нам нужно в круизе иметь? Это документ, это виза, паспорт. И вот этот документ. Или просто знать вот этот номер. Можете сфотографировать на телефон. Можете зайти с телефона в этот аккаунт. Можете заходить сколько угодно. Итак, вы навсегда будете иметь свой личный аккаунт на сайте круизного лайнера Norwegian. В любой момент заходите после вашей регистрации. Также вы можете следить за тем, что вас ждет. Тут полный план нашего круиза. Вы можете ознакомиться. Где вы будете находиться. Где ваша каюта. Какие у нас будут там экскурсии. Какие шоу программы. Что мы посмотрим. В каких городах будем. Какие концерты. Какие цирки. Что нам предлагают. То есть все можно наперед посмотреть. Также мы можем выбрать что-то дополнительное. Что нам нравится. Конечно же. Тут предлагают очень много дополнительного. И для этого предлагают заказать отдельную карту. Если мы закажем эту карту. Мы можем сразу же. Даже наперед еще не будучи в круизом себе. Подобрать дополнительные какие-то. Лучшие предложения. Которые нам нравятся. И оплатить скажем позже. При этом мы будем набирать с собой поинты. Мы можем добавить в понравившиеся. То что нам нравится сейчас. И потом позже вернуться. К этому еще раз пересмотреть. Если мы будем оплачивать этой картой. Что-то еще. То мы будем каждый раз собирать баллы. И эти баллы нам потом будут давать скидки. Или подарки в наших круизах. Может быть вы еще будете в Norwegian круизах. Да. В каких-то других. Каждый раз вам будет все больше подарков. И все больше скидки. И все больше дешевле. Здесь вы всегда сможете видеть все ваши сохраненные данные. И всю программу. Вот на каждый день расписание. Где мы будем. Когда мы будем. Так что мы ничего не потеряем. И все можем иметь. Делайте регистрацию правильно. И будьте спокойны до начала вашего круиза. Встретимся в круизе.